Здравствуйте, с вами VGaming. Система контрактов в игре уникальна тем, что можно получить 5-звездочного героя, выполняя простое условие – заходить в игру каждый день. Возможно, это было сделано специально, чтобы вырабатывать привычку поиграть в эту игру и у игроков. Ведь известно, чтобы что-то стало привычкой, необходимо повторять 22 дня подряд. Тема этого видео – обзор героев второго контракта. Все герои в этом списке доступны игрокам фри-то-плей и могут быть разблокированы после заключения выполнения контрактов – заходить 30 дней в игру. Если вы нарушите контракт раз, то контракт, возможно, будет восстановить заплату кристаллами, в противном случае счетчик обнулится. Итак, начнем рассматривать персонажей из второго контракта. Первым персонажем, которого мы рассмотрим, будет Люмия Вода. У нее базовые характеристики. Здоровье – 3141 единица, атака – 422 единицы, защита – 397 единиц и скорость – 101 единица. Люмия относится к классу воин. Ее активные навыки. Морозный удар. Заполняет шкалу взрыва на 108 единиц. Атакует выбранного врага. Шанс 80% увеличить скорость использующего навык персонажа. Шанс 70% усыпить врага. Улучшается на шанс бафа и увеличение заполнения шкалы взрыва. Этим навыком можно вывести из игры на время наиболее назойливого противника, что весьма неплохо. Второй навык называется Танец сосулек. Атакует всех противников. Заметьте, всех. Шанс 80% сократить их шкалу действия на 20%. Улучшается на урон, откат и шанс дебафа. Базовый откат навыка составляет 5 ходов. Ульта. Ледниковый рывок. Массовый навык. Атакует всех противников. Шанс 100% сократить их шкалу действия на 20%. Шанс 60% усыпить врагов на 1 ход. Массовый усыпить врагов на 1 ход. Улучшается на урон и шанс дебафа. Затраты духа составляют 4 единицы. Итак, что же себя представляет Люмия воды? Она имеет 2 навыка на уменьшение шкалы действия врагов. Да это же просто космос. Да такого же ведь ни у кого-то и нет. Усыпление, конечно, дебаф не очень хороший. Потому что если нанести удар по врагу, который находится под сном, то он проснется. Что весьма плохо. Так что после дебафа усыпления нужны будут удары по одиночной цели, чтобы отрезать других персонажей для помощи. Персонажи, которые наносят одиночные удары. Запомните. Итак, пассивные навыки. Твердая воля. Увеличивает здоровье на 5%. Улучшение навыка увеличивает здоровье. Что весьма неплохо. Арктические ветры. Урон врагам, принадлежащим к огненной стихии, увеличен на 5%. Улучшение навыка увеличивает процент урона. Хорошо. Итак, подведем итог. Что же из себя представляет люмия воды? Навык ледниковый рывок имеет неплохой шанс усыпить врагов на 1 ход. Помимо этого, навык еще уменьшает шкалу действия противников на 20%. Можно сказать, что люмия вода создана для массового контроля врагов. Уменьшает шкалу действия противников, может усыпить врагов. И сама себе вешает баф на увеличение скорости. Для нее необходимо прокачивать экипировку с характеристикой скорость. И тогда получится отличная задержалка врагов. Можно сделать так, что даже враги не смогут пойти ни разу на арене. Еще необходимы следующие характеристики. Атака, защита, но это уже как повезет с рандавор. На рейдбоссе она малоэффективна, а вот на арене обелиски может хорошо помочь. Да и вообще люмия красавица. Следующий персонаж у второго контракта, которого мы рассмотрим, это Алиф Огонь. Ее базовые характеристики. Здоровье 4449 пунктов, атака 376 пунктов, защита 335 и скорость 99. Почему мы рассматриваем базовые характеристики? Ведь от базового характеристика зависит прирост характеристик при использовании процентной экипировки. Алиф Огонь относится к классу Штурмовик. Итак, рассмотрим ее навыки. Активные навыки. Обратный удар. Заполнять шкалу взрыва на 108, атакует выбранного врага. Если противник погибает, получает дополнительный ход. Улучшается на урон увеличение заполнения шкалы взрыва. Заполнение шкалы взрыва. Весьма неплохо. Огненная бомба. Массовый навык. Атакует всех противников. При нанесении критического урона восстанавливает использующему навык персонажу здоровье пропорционально нанесенному критическому урону. Улучшается на урон и увеличение эффекта высасывания здоровья. Откат составляет 4 хода. Заполняет шкалу взрыва на 108 единиц. Массовый навык с возможностью отхила. Не дурно. Но с таким большим откатом плохо. Получается, что отхил как бы есть, а как бы его нет. Очень смешно. Навык должен быть переработан, на мой взгляд. Ульта. Коса смерти. Игнорирует защиту, если атака наносит критический урон. Ульта массовая. Улучшается на урон и цену духа. Минус 1. Затраты духа первоначально составляют 4 единицы. Поэтому алифагон необходимо хорошо прокачивать на шанс критического урона. Пассивные навыки. Наследники Декиона. Увеличивает здоровье на 5%. Улучшение навыка увеличивает здоровье. Королевское правосудие. Урон врагам, принадлежащим к земной стихии, увеличен на 5%. Улучшение навыка увеличивает процент урона. Алифагон наносит критические удары с эффектом пиявка. Все навыки направлены на увеличение урона. А если удар критический, то ульта игнорирует защиту. Поэтому первым, что нужно ей раскачивать, так это шанс критического удара. Итак, сейчас мы дойдем до деда из рекламы Теле 2. Вальтер землян. Его базовые характеристики 3215 единиц. Атака 326. Защита 503. И скорость 107 единиц. Вальтер землян относится к классу стража. Активные навыки. Чудесный удар. Атакует выбранного врага. Увеличивает защиту атакующего и союзника с наименьшим уровнем здоровья на 1 ход. Улучшается на урон и длительность эффекта заполняет шкалу взрыва на 108 единиц. Вот ради этого навыка его уже и стоит брать. Вы просто представьте, как он будет спамить этот баф союзникам, если прокачать его скорость. Что весьма неплохо. Взрыв молнии. Насовый навык. Атакует всех противников с 60% шансом спровоцировать его на 1 ход. Откат составляет 5 ходов. Заполняет шкалу взрыва на 156 единиц. Улучшается на увеличение шанса дебафа, урона и уменьшение отката на 2 хода. Что на всех вешает баф атаки? Да это же ведь круто. Такого ведь героя больше не найти. Ульта. Небесный суд. Атакует всех противников. Заполняет шкалы действий всех союзников на 20%. Затраты духа 4 единицы. Улучшается на увеличение урона и уменьшение цены духа. Пассивные навыки. Легендарный боевой маг. Увеличивает защиту на 5%. Улучшение навык увеличивает защиту. Герой войны. Урон врагам, принадлежащим к водной стихии, увеличен на 5%. Улучшение навык увеличивает процент урона. Вальтер земля хороший страж с массовой провокацией. И слушайте внимательно. Он дает баф защиты. Увеличивает атаку союзников. Заполняет шкалы действий. Да это просто чудо какое-то. Вальтер может помочь хорошо в любом контенте игры. Поэтому его необходимо брать. Итак, мы рассмотрели всех персонажей из второго контракта. Рассмотрели их навыки и базовые характеристики. Теперь необходимо ответить на главный вопрос нашего сегодняшнего видео. А кого же выбрать из второго контракта? Нам предстоит сложный выбор. Так как представлены герои разных классов. Причем нужных. Люми имеет хорошие дебафы. Алиф хорошо раздает криты. Вальтер может массово спровоцировать врагов. Хотя о чем я? Вальтера воды надо брать однозначно. Так как он имеет широкий набор бафов и массовую провокацию. А я к сожалению не взял его в свое время. А мне так его не хватает. А вот с Люми воды и Алиф огня надо подумать. В этой игре по моим наблюдениям необходим хороший дамагер из каждой из 5 стихий. Если вы планируете брать другого штурмовика стихии огня, к примеру Астрид огня, то Алиф огня выпадает из выбора. Если вы коллекционер и скажете, что вам нужна картинка Алиф, то не переживайте. В другом контракте будет Алиф земли, которую брать необходимо будет обязательно. Люмия вода. Если использовать ее потенциал полностью, то враги могут на арене практически не сходить ни разу. Правда при этом желательно иметь дамагера по одиночной цели. Такую как Лачерлика земли. Про первый контракт видео было ранее. Если вы желаете стать хорошим фармером арены, то берите Люмию воды. У меня во втором контракте была выбрана Алиф огня и Люмия воды, но сейчас бы взял Вальтер земли и Люмию воды. Если вы желаете поменять героя, с которым хотите заключить контракт, то разорвите контракт и выберите другого. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео и хотите поддержать канал, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!